Как и следовало ожидать, сошедший снег и лед обнажили в прямом смысле слова еще одну проблему города. Огромные ямы, украшающие в кавычках проезжие части города. Впрочем, еще великолепнее выглядят колдобины внутри дворов. Похоже, озаботиться их существованием одесская мэрия даже не планирует. Проспект Шевченко по привычке считается чуть ли не элитным районом Одессы, но стоит свернуть с главной улицы на второстепенную, и ты понимаешь, что второстепенным одесские власти здесь считают все, начиная от банальной уборки территории и заканчивая состоянием проезжей части, то есть особо не утруждаются. В районе Ботанического переулка на пресечении проспекта Шевченко дорогу украшают великолепные глубокие ямы. Какое там еще может быть мнение? Уже льда нет, а что здесь было, это ужасно, это вообще кошмар. Здесь колдобины, глыбы, плохая дорога, что сказать плохая. То ли снег у нас какой-то убойный, то ли лед убийственный, да только обычно вместе с ними сходят и остатки былой асфальтной роскоши на одесских дорогах. Дорога в этом районе есть, но сильно местами. В районе следственного управления. Дальше ничего, кроме ям, рытвин и колдобин. Ну, год назад делала следственное управление, себе вот кусочек, видите, как хорошо все сделано. Сюда ничего не сделали, вообще ничего. Просили, они взяли, раскатали это немножко. Через два дождя грунт ушел под землю, вот видите результат, какие ямы. Ну, годами сделали, вот до сих пор следственное управление, дальше не стали. Вы хотите мое мнение узнать? Бардак. Бардак – это еще мягко сказано. Остальные слова, которыми местные жители характеризуют данный проезд, скажем так, непечатного характера. С другой стороны, так ничего не делать, в смысле ремонта проезжей части – это уметь надо. А здесь требуется настоящий профессионализм, в котором наша городская власть, похоже, достигла небывалых успехов. Вот спросите у городских властей, наверное, почему они не делают. Наверное, до выбора еще далеко. Были выборы, тут сделали, а тут еще не сделали. Обращались к депутатам, сказали, что это дело домов. Дом так как оперативный, значит, он должен сам это делать. А вот дома, естественно, денег нет, потому что 50% жильцов дома – это пенсионеры. Старый жилой фонд, ЖСК – военный строитель. Одни пенсионеры. Вот, видите, власть имущие себе могут сделать все. Посмотрите, просили их тогда, ничего не сделали, только закатали. Кроме красивых ям и колдобин, двор украшают аварийные деревья, спилить которые тоже коммунальщикам не досуг. Вот это вот тоже дерево обращались. Еще вот лежит ветка, вот даже люди наши ограживают, чтобы никого не убило. Будем ждать, посмотрим, что там. Как писал классик, кирпич на голову ни с того ни с сего не падает. А потому большая просьба нашим городским руководителям – не проезжайте мимо. Сядьте в свой любимый автомобиль премиум-класс и обязательно проедьтесь по вышеуказанной дороге по переулку Ботанический. А когда ваша машина застрянет, обязательно выйдите и постоите под аварийным деревом. А вот дождетесь. Ведь по какой-то причине вы заставляете людей ежедневно подвергаться риску сломать конечности, повредить автомобиль или просто быть придавленным упавшим деревом.